Рано или поздно все владельцы квартир и частных домов сталкиваются с такой проблемой, как засоры. На кухне, в ванной или в туалете, где бы не забилась труба или слив, это доставляет немало неудобств и требует скорейшего разрешения данной проблемы. Оперативно вызвать сантехника не всегда получается, да и вызов с работой стоит недешево. Поэтому нужно сначала самим попробовать устранить засор в раковине, имея под рукой стандартный набор сантехника. Энтен Пепеп. В борьбе с засором любые средства хороши, существует множество способов устранения засора как народными средствами, так и бытовой химией. И если какой-то способ с ним не справился, то можно попробовать другой и так по очереди, вантуз. Если раковина забилась во время мытья посуды, то первое, чем можно устранить засор, это вантузом. За счет вакуума он протолкнет частички пищи дальше, и вода быстро сойдет. Перед использованием вантуза нужно сначала убрать посуду из раковины и дать воде стечь, собрав остатки пищи. Раковину в ванной комнате тоже можно прочистить этим же способом. Сода и лимонная кислота. Отличное народное средство, спасшее не одну тысячу раковин. Перед прочисткой нужно дать воде стечь, освободив сливное отверстие. После того, как вода сошла, насыпьте в отверстие полстакана лимонной кислоты и столько же соды. Тонкой струйкой влейте теплую воду, примерно один стакан. Сода вступит в реакцию с лимонной кислотой, и такая смесь растворит мелкие частички пищи, волос и жира. Если с первого раза устранить засор в раковине не удалось, то попробуйте повторить процедуру. Стиральный порошок. После мытья посуда на стенках труб может скапливаться и застывать жир, мешая воде и мелким частичкам пищи пройти дальше. Чтобы устранить такой засор, нужно в трех литрах кипятка развести стакан полтора стирального порошка и вылить это в раковину. Жир очень быстро растворится, и вода начнет сходить, как обычно. Можно сочетать второй и третий способы для достижения наилучшего результата. Средства бытовой химии. Их действия направлены на быстрое растворение органических и неорганических соединений. Самыми популярными бытовыми средствами для устранения засоров являются Твайрт Турбо, Дом Истос, Мистер Мускул, Крот. Перед их использованием нужно прочесть инструкцию и воспользоваться резиновыми перчатками. Трос. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Он пригодится в том случае, если засор сильный и находится далеко, в канализационной трубе. Трос вставляется в трубу через сливное отверстие. Чтобы устранить засор в раковине, нужно не просто продвигать трос дальше, а совершать им выкручивающие движения или двигать вперед-назад. После нескольких минут прочистки трос нужно достать и попробовать избавиться от пробки вантузом. А после него залить средство и оставить его минимум на час. Прочистка сифона. Озвучено Яндекс Спичкит. К этому способу прибегают мужчины, женщины либо просто забывают, что забитым в большинстве случаев оказывается именно он, либо просто не знают, как это делать. Вода сначала должна полностью стечь. Под раковину нужно подстелить ненужную тряпку и подставить ведро. Весь мусор из сифона вывалится в него. Откручивайте нижнюю часть сифона против часовой стрелки, сбросьте весь мусор в ведро. Следите за тем, чтобы резиновая прокладка не потерялась. Затем откройте горячую воду, чтобы она промыла сифон. После этого крышку можно закрутить. Если ни один из способов не принес результатов, значит засор серьезный и придется вызывать сантехника. Профилактика засоров, чтобы не пришлось больше сталкиваться с такой неприятностью, нужно регулярно проводить профилактические меры. После мытья посуды включайте горячую воду, чтобы она растворила накопившийся жир. Раз в неделю наливайте в сливное отверстие средства для устранения засоров, чтобы справляться с ними заблаговременно. Поместите на сливное отверстие металлическую сетку, которая не даст крупным кусочкам пищи попадать дальше. Прежде чем сложить посуду в раковину, выбрасывайте остатки пищи из тарелки. Профилактические меры самые простейшие, но их соблюдение поможет больше не сталкиваться с засорами, тем самым сэкономив вам время, нервы и финансы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok